Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей, с вами компания электричка.рус, электромобили из Китая. Сегодня мы представим на обзор очередной электрический кроссовер, и это будет Voya Free, полностью электрический, Voya Free EV. Бренд Voya Free принадлежит компании DonFeng. В свою очередь, компания DonFeng принадлежит таким концернам, как Renault, Mitsubishi и Nissan. У электрического Voya Free встречается чисто заднеприводная версия, заднеприводная с пневмоподвеской и полноприводная с пневмоподвеской. Комплектация Luxury. Встречайте! Сегодня у нас на обзоре как раз-таки комплектация Luxury, самая максимальная. То есть здесь пневмоподвеска, здесь полный привод, два электромотора, автозатемнение крыши. Здесь есть все. Друзья, этот автомобиль мы привезли клиенту с небольшим пробегом. Пробег у него 10 тысяч километров, машина 2021 года. То есть мы можем вам привезти как совершенно новый автомобиль под заказ, так и с небольшим пробегом. Заказывайте! По размеру Voya Free можно сравнить с Audi Q7. Длина автомобиля 4905 миллиметров, ширина 1950 миллиметров. Так как это максимальная комплектация, у автомобиля установлена пневмоподвеска. То есть клиренс регулируется от 170 миллиметров до 230. Ну 230 это уже прям такой кроссовер. У Voya Free установлено два электромотора суммарной мощностью 510 киловатт, либо 694 лошадиные силы. Ну это прям очень круто. Запас хода данного автомобиля составляет 475 километров, емкость батареи 88 киловатт-часов. Разгон до сотни составляет 4,7 секунды, что тоже, согласитесь, в принципе впечатляет. Ну что, давайте приступим к обзору. И традиционно начнем с передней части автомобиля. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, решетка радиатора. Выглядит она достаточно агрессивно. В центре решетки находится логотип Voya Free, подсвеченный в темное время. Также две горизонтальные полосы. Сразу над логотипом Voya Free располагается камера системы 360. На аэродинамическом бампере установлено 6 парктроников. Под номерным знаком лидары. Капот в Voya Free открывается очень комфортно и легко. Все же это лакшери. Два раза дергаете за рычажок, капот открыт. Не надо пачкать руки, а какие-то там крючки. Вот, пожалуйста. И просто поднимаете. Здесь ожидаемо находятся газовые упоры. Под капотом все аккуратно, все подогнано, все ровненько. У вас есть доступ для жидкостей, омывайка, антифриз. Все. В центре подкапотного пространства находится ниша, куда вы можете положить небольшие предметы. И что очень интересно, здесь еще находится вот такой вот крючок. Вы можете зацепить, чтобы у вас были свободные руки. Пожалуйста. На Voya установлены диски 20-го диаметра, пневмоподвеска. На зеркале располагается камера 360, повторители поворотов, слепые зоны. Характерные для всех автомобилей премиум класса утопленные ручки. Кстати, они еще и подсвечены. Очень удобно. Порт быстрой и медленной зарядки находится слева на крыле. Но чтобы открыть лючок, нам надо сделать несколько манипуляций. Секундочку. Ну, секундочку, это образно. Лючок открывается только через центральный монитор. Надо сделать несколько манипуляций. Какие мы покажем вам позже, не совсем понятно, не очень удобно. Здесь находится порт медленной зарядки. Кстати, он трехфазный. И порт быстрой зарядки. Сверху находится индикатор зарядки автомобиля. Над лючком располагается красивая хромированная надпись Voya. В задней части крыши установлен плавник. Аэродинамический спойлер со стоп-сигналом. На заднем стекле располагается стеклоочиститель, под которым кнопка открытия багажника. Задняя оптика автомобиля смотрится очень красиво, необычно. Под логотип Voya Free сделаны поворотники. Горизонтальная подсвеченная полоса идет через всю крышку багажника. В центре находится хромированная надпись Voya под стеклом. Смотрится очень красиво, очень необычно. Багажник у Voya Free открывается либо кнопкой, либо с ключа, клавиша в салоне, ну и либо ногой. У Voya Free есть функция, можно выставить уровень поднятия крышки багажника. Это все делается через монитор, покажем позже. В багажнике с двух сторон находится светодиодная подсветка, очень удобно, стильно смотрится. Также розетка 12 вольт, с двух сторон крючки для небольших грузов, сабвуфер, карман, в котором находится компрессор и знак аварийной остановки, что немаловажно, шторка. Сиденья у Voya Free раскладываются практически в ровный пол. Сейчас продемонстрируем. Пожалуйста, можно спать. На заднем бампере в центре располагается камера 360 задний обзор, 6 парктроников, с двух сторон фонари заднего хода. Ну что, друзья, экстерьер автомобиля мы посмотрели. Кстати, дизайн этого автомобиля, дизайн Voya Free, разработанный итальянской компанией Italdesign. Дизайн очень интересный, своеобразный, необычный, футуристичный. Давайте теперь посмотрим, как же будет в салоне. Я думаю, будет так же интересно. Присядем. Ну что, друзья, мы в салоне Voya Free. Он очень интересный снаружи, по экстерьеру. Интерьер у него тоже заслужит особого внимания. Он выглядит очень интересно. Конечно, начнем с того, что это будущее, будущее. Вот это один здоровый монитор, это будущее. Но руль, это вот прям некая ретро. Прям Кадиллак Девиль. То есть это два цвета, сочетание цвета, форма руля. Вот прям эмблема на клаксоне. Прям вот ретро. Мое впечатление, мое ощущение. Но что хочу сказать. Конечно же, это двери, да, они чем привлекают внимание? Это своей строчкой, своими материалами. Отдельно хочу сказать про обдув, который идет на стекло. Я думаю, очень грамотное решение. Так как, чтобы стекла не потели изнутри, выведены обдувы. Кстати, здесь стоят двойные стеклопакеты спереди. К сожалению, сзади нет. Но двойные стеклопакеты спереди улучшают шумоизоляцию автомобиля. Друзья, у Voya Free очень много разных функций. Но чтобы посмотреть их нам, надо запустить автомобиль. Заводится он стандартно, как классические все автомобили, кнопкой старт-стоп. У вас поднимаются мониторы на уровень глаз. В Voya Free три разных монитора. Все они диагональю 8 дюймов. Первый монитор – это приборная панель водителя. В принципе, показывает состояние поездки. Скорость, запас хода, оставшийся заряд батареи, пробег, километраж, ошибки. То есть вся информация о поездке у нас отображается на мониторе, приборке. Центральный монитор – это регулировки и настройки. О них чуть-чуть попозже, потом расскажем. Листается очень легко, то есть, в принципе, отзывчиво на прикосновения. И третий монитор – это монитор пассажира. Тут, здесь у него всякие развлечения. Видео, музыка, ну и другие приложения. Но еще хочется отметить – это, конечно же, оригинально сделанные дефлекторы обдувов. Они с таким вот рифлением. Как я говорил, руль у меня вызывает ассоциации именно такие положительные с ретроавтомобилем. Вот Cadillac Deville. Слева находятся клавиши управления, именно физические клавиши управления, адаптивным круиз-контролем и клавиши ночное видение. Очень удобно, я считаю. Справа управление мультимедией. Опять же, все это физические клавиши. Управление мультимедией, громкость, выбор каналов, громкая связь. Очень футуристично смотрится эмблема Воя на Кваксоне. Руль регулируется здесь механически, в двух плоскостях. То есть, по вылету и по наклону. Ну, наверное, для меня немножко маленький ход. Хотя, в принципе, привыкнуть можно. Я думаю, будет удобно. Опять же, если вы подрегулировали руль под себя, можно под себя подстроить и монитор. Ну, так вообще удобно. Так что, руль регулируется нормально. По центральным мониторам, что немаловажно, располагаются физические клавиши управления и регулировки климат-контроля. Также здесь кнопка аварийной остановки. Также физическая. Под полоской «Амбиент», которая идет через всю панель, находятся два дефлектора обдува. Довольно широкая центральная консоль разделяет водителя от пассажира. Сразу же находится площадка для беспроводной зарядки телефона. Селектор переключения передач, он классический. Слева от него находятся клавиши выбора режима езды. Их здесь шесть. Клавиши регулировки монитора. Камеры 360. Помощник при парковке и автопарковка. Стояночный тормоз. Автохолд. Не совсем понятная функция тач-панели. То есть, благодаря ей мы можем регулировать громкость мультимедиа. Либо выбирать каналы на мультимедиа. В принципе, вот и все. Хотя, зачем? Здесь это все можно сделать при помощи на руле. Два подстаканника с держателями. Которые закрываются такой аккуратненькой шторкой. И такой вот большой удобный подлокотник. Широкий, прям вот комфортный подлокотник. С двумя дверками. Снизу располагается ниша. Здесь имеются два порта зарядки USB. И розетка 12 вольт. Ниша довольно большая. Объемистая. Можно положить небольшой рюкзак, документы, сумочку. Сидения у Voya Free очень удобные. Очень комфортные. Они с электрорегулировками. Как водительская, так и пассажирская. С поддержками. С обдувом, обогревом. С боковыми поддержками. Подголовники тоже комфортные. И они регулируются. Здесь использована эко-кожа. Есть вставочки из алькантары. Так как у нас автомобиль премиум класса. Соответственно и музыка здесь тоже премиум класса. Установлена аудиосистема DIN Audio. В автомобиле панорамная крыша с автозатемнением. Автозатемнение делается очень быстро. Ну в разы быстрее, чем у Zikro. Несколько слов про центральный монитор. В принципе у него очень много функций. Расскажем про некоторые из них. Это конечно же регулировки автомобиля. Нас наверное будет больше интересовать. Это настройки сидений. Водителя, пассажира. Обогрев, обдув, массаж. Все это можно через монитор делать. И наверное нас еще будет интересовать. Это настройки автомобиля непосредственно. То есть свет. Амбиент. Контроль дверей. Закрытые двери, открытые двери. Окна. И панорамная шторка. Выбор режима езды. Соответственно их здесь 6, как я уже говорил. Если мы ставим в оффроуд. У нас включается пневма. Автомобиль поднимается. На этой скорости мы можем ехать до 40 километров. Если превышаем больше 40, автомобиль автоматически выходит из этого режима и пневма опускается. Следующее это автопилот в Китае. У нас это адаптивный круиз-контроль. Уровень зарядки автомобиля. Как я говорил, монитор очень отзывчивый на прикосновения. Листается очень легко. Да, друзья, еще один момент. Чуть не забыл. Это открытие лючка портов зарядки. Для того, чтобы их открыть, надо потянуть вот эту вот палочку вправо. У вас выезжает такое всплывающее окошко. И здесь у вас находится нарисована вилочка. Нажимаем на нее. Нажимаем Open. И у вас открылся лючок зарядки. Вот то, что мне не совсем понятно, для чего так сделано. Почему это было не сделать на двери обычной клавишей. Вам на камеру будет видно два светящихся глаза помощника водителя. Так в реале их не видно. Но я их увидел только на камеру. Помощник водителя выполняет функцию Face ID. Также персональные настройки. То есть он запоминает водителя. Если я буду ездить, вот настроить под себя, все настроечки подстроил под себя. Зеркала, сиденья. И сядет Адриан. И я потом опять сяду за руль. Он после Адриана настроит все настроечки под меня. Также это контроль усталости водителя. То есть если монитор замечает, что вы стали медленно моргать, отвлекаетесь, он примет меры к остановке автомобиля. Ну что, я посидел спереди. Мне было комфортно, удобно. Сидение вот у меня настроено так, как бы я ехал на дальнюю дистанцию. Вот я, не регулируясь в переднее сиденье водительское, сел сам за собой. Я сел. Мне удобно. У меня рост 189, почти 190. Довольно длинные ноги. Мне сидеть удобно. То есть у меня еще есть расстояние до спинки водителя. Кстати, спинка водителя сделана сзади. Смотрится тоже интересно. Идет на хромированной вставочке надпись Воя. Не сеточка, а прям такой кармашек из кожзама для документов, для папочек каких-то. Два диффузора обдува. Надпись Воя. Она везде. Один разъем Type-C и один разъем USB. Сидение заднее также со строчкой. С перфорацией. Есть крепление изофикс, что немаловажно. То есть можете смело путешествовать с детьми. Опять же, широкий подлокотник. Комфортный, удобный. То есть вот я бы так вот сзади сидел и ехал. Мне было бы приятно и удобно. Подлокотники. Два подстаканника с креплениями, с держателями. Ну, все сделано очень красиво, очень аккуратно, грамотно. Мне нравится. Ну что, мы посмотрели Воя. Снаружи, внутри, под капотом, в багажнике. Давайте теперь заглянем, что у него снизу. Снизу у него идет сразу защита. Спереди стоит довольно мягкая защита. Подвеска. Алюминиевые рычаги. И пневмобаллоны. Спереди у нас стоят пневмобаллоны передние. Вот, и рычаги. Батарея находится, как у всех электромобилей, снизу. Довольно толстая защита. Идет по всему днищу до задних... До задних стоек. Сзади тоже симпатичные алюминиевые рычаги и пневмобаллоны в подвеске. Также в задней части довольно мягкая защита стоит. Ну, в принципе, снизу. Вот и все. Все понятно, все видно. Пожалуйста. Друзья, ну что, вот и подошел к концу наш маленький обзор по Воя Фри. Понравился вам автомобиль или не понравился? Пишите в комментарии. Нам будет интересно. Лично мое мнение, мое краткое резюме. Мне автомобиль понравился. Он необычный, он харизматичный, он со своим характером. Есть у него и плюсы. Полный привод, пневмо, тонирующийся люк. Есть у него свои минусы. Допустим, мне непонятно было открытие лючка портов зарядки. Есть плюсы, есть минусы. Но это мое мнение. Как ваше, нам будет интересно узнать. Я же с вами не прощаюсь. Я говорю до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт. Ставьте лайки. До свидания.